Встать в 6 часов утра – настоящее испытание для каждого ребёнка. Но юным и следж-хоккеистам не привыкать рано просыпаться. Два раза в неделю они собираются в Ледовом дворце, надевают форму, садятся в специальные сани и поехали. Хотя в случае с нашими героями просто поехать не всегда возможно. У каждого из них разные особенности физического и ментального развития. Но всех объединяет одно – желание идти вперёд и побеждать. Даже через «не могу». В Балаковский Ледовый дворец ездят тренироваться даже из Маркса, который находится в 90 километрах от нашего города. У нас такого нету в городе, такого вида спорта. Поэтому мы сюда ездим на каждую тренировку. Как ребёнок ДЦП, руки слабые, поэтому мы занимаемся. Как только она освоит санки и начнёт самостоятельно лучше ездить, тогда я тоже встану на коньке. Родители с детьми в одной команде буквально. Почти каждый из них – не только болельщик, но и пушер. Волонтёр, который возит сани, поскольку не все спортсмены могут управлять ими самостоятельно. У каждого пушера есть свой ребёнок, которого он тренирует. И он выходит с ним на лёд для того, чтобы соблюдались все правила турнира, скоростной режим, чтобы ребёнок не упал, чтобы ребёнка подвести так, чтобы он смог забить. То есть пушер – это такой же тренер, второй как и такой же игрок. Софья Попыкина четыре года назад поменяла плавание на хоккей. Тогда она была единственной девочкой в команде. Сейчас у неё есть спортивные подруги. В детской адаптивной лиге по слэдж-хоккей очень достаточно много девочек, с которыми мы постоянно общаемся. То есть вот на каких-то сборах, турнирах, соревнованиях мы постоянно вместе. Стараюсь поддерживать свои навыки, не расслабляться, тренироваться, чтобы становиться ещё сильнее, быстрее. Четыре года назад тогда ещё команда «Форсаж» насчитывала всего пять игроков. Сели в сани не ради наград, хотели просто двигаться. Но со временем и команда выросла. На лёд сейчас выходит 15 человек. И результат появился. Огромный прогресс у детей заметен. У нас один мальчик Андрей Жданов начинал с самого начала. Сейчас он приглашён в молодёжную сборную России по слэдж-хоккею. И его забрала более профессиональная команда. Это «Локомотив Ярославль». Тренер Владимир Денисов со слэдж-хоккеистами практически с самого начала. Он по одному взгляду подопечных может понять их сегодняшний настрой и сказать правильные слова для победы. Перед каждой игрой, когда тренер выводит на поле детей, у них есть пятиминутка, после которой родители просто молча выводят детей и всё. Даёт на путстве только тренер. Это их второй отец. И слово «тренера» закон. Это ранняя утренняя игра, когда они ещё не раскачались, скажем так, спящие, то приходится немножко эмоционировать и более жёстче мотивировать. А как именно, не буду рассказывать это. Пусть моя будет маленькая тайна. У балаковских слэдж-хоккеистов сейчас новая страница спортивной истории. В этом году автономная некоммерческая организация «Дрозд-Балакова» официально взяла команду под своё крыло. До этого команда относилась к городу Пензе больше, чем спорт. С этого года компания решила всё-таки забрать команду полностью себе, на содержание и от имени команды «Дрозд», чтобы они выступали. Теперь они официально называются «Дрозд-Балакова». Сейчас у нас все дети одеты, обуты, имеется в виду про форму. И у нас родители не оплачивают ни одного турнира. Всё «Дрозд» взял на себя, все абсолютно затраты. На недавних соревнованиях в Самаре спортсмены выступали уже как команда «Дрозд-Балакова». Результат – отличная серебряная медаль и кубок за второе место. По этому поводу устроили небольшой праздник. Мальчишкам и девчонкам подарили майки с официальной символикой компании «Фосагра» и её проекта «Дрозд». Директор организации Фуркат Амиров разрезал два больших торта, которые прислали детям кондитеры Балаковского филиала «Ау Апатит». Не исключено, что скоро двух тортов будет мало. На сайте «Дрозд-Балакова» появилось объявление о дополнительном наборе в команду по следующей хоккею с одноименным названием.